Прошла всего неделя и вот от старого искусственного поля уже нет и следа. Стадион «Авангард» начинает жить новой жизнью. Он включен в перечень тренировочных центров для подготовки спортсменов из национальных сборных. Сейчас проходит первый этап реконструкции. Этот центр должен иметь и восстановительный центр, и несколько залов в разной направленности. То есть такой замкнутый цикл, когда игроки сборной, кандидаты в сборную практически не выходят из этих четырех стен. Плюс к этому одна из основных направленностей этого комплекса – это все-таки жители Кировского, то есть правобережья, которые будут иметь возможность более квалифицированной условий для занятий физкультурой. Вот так выглядит проект будущего спортивного центра. Правда, полностью реализовать его удастся не сразу. На работы первого этапа выделено 200 миллионов рублей из федерального бюджета и еще почти 150 миллионов из краевого. Здесь появится трибуна на 2500 зрителей с потрибунными помещениями и тренажерными залами. Но главным на обновленном стадионе будет, конечно же, поле. Строители говорят, оно будет такого качества, что аналогов ему в России нет. На поле будет натуральный газон, система полива и подогрева. На трибунах широкие козырьки, чтобы ни погода не мешала смотреть регби. А за трибуной – искусственное тренировочное поле. Сейчас здесь сосредоточены основные силы. Вертикальную отметку необходимо поднять на полтора метра. Оказалось, что это самая низкая точка во всем микрорайоне. Параллельно ведется сейчас копка котлована под основное здание. Ну и, соответственно, после этого мы приступим к снятию растительного слоя, для того, чтобы вот здесь тоже поле с натуральным покрытием тоже отметка меняется. Оно становится вот относительно нынешней отметки тоже на полтора метра выше. Для того, чтобы начинать делать инженерную подготовку в наших планах до, соответственно, в теплое время года этого сделать полностью весь цикл работ земляных, которые связаны и изменения вертикальной планировки обоих полей, подготовка бетонного основания под укладку искусственного газона. Работы на площадке ведутся круглозуточно. Завершить первый этап и ввести объекты в эксплуатацию планируется 30 ноября следующего года. Анна Московских, Максим Галат. Новости.